Здарова, трудяги! Сегодня неоднозначный, но хайповый Мелстрой. Вообще вы умный, жизнерадостный, весёлый. У меня знаете сколько тёлок? Вы бы знали. Но их много. Знали вы, что Мелстрой задонатил на корм котику 300 тысяч, или что он считает людей в отношениях слабыми? Или, допустим, Мел попал в тренды, но не ютубовские, а на одном сайте 18+. Там за 10 часов ролик набрал более 100 тысяч просмотров. Сейчас ты услышал три факта. Дальше ещё интереснее. По традиции усаживайся поудобнее. Бери чаёчек, кофеёчек и печенёчек. А также не забываем набирать 11 лайков на ход ролика. Погнали! В общей сложности у Мела заблокировано каналов на разных соцсетях более 300 штук. Отец Монстроя умер от тяжёлой болезни в 2022 году. Сам Андрей не мог приехать в Беларусь, чтобы увидеться с отцом. Не успел, не успел с батей увидеться. Причиной тому стало уголовное преследование со стороны РБ. Девушка Катя очень долгое время помогала Мелу на стримах. Она, кстати, была также одной из приглашённых на вписку в ранние годы развития Молстроя, как трэш-стримера. А в какой-то момент Катя даже забухала и стала бесполезной для Андрея. Катя стала бесполезной, полностью мусорной. Андрей любит еду поострее. Мел рассказывал, что в школе его не уважали и дразнили. Когда Андрею было 10, родители переехали в другой район города. И именно поэтому он, как сам говорит, у него не было друзей в школе. После учился в лицее на электромонтёра. Правда, его хватило всего на полгода. Причины ухода были насмешки. А последние капли стали выброшенные кроссы в мусорку, испорченные вещи и порезанный ремень. Отец Молстроя тогда заступился за сына и раскидал его обидчика. А вот первый стримерский комп Мелу купил его родной брат. Выходит, братишка своими руками создал будущее Мела. Мел очень сильно огорчился на друга детства Игоря, что тот выбрал отношения, а не стримы с ним. И он поставил его перед выбором, девушка или он. Ну да, вот ещё один факт. Игорь лизал пятки Мелу на стриме. Мел упоминал, что Игорь был тем человеком, кто открыл ему путь к трэш-тримам. И если бы не он, Мел бы продолжал стримить рулетку. Училка начальных классов, случайно попавшая на стрим к Мелу, дала ему леща, а Игорь и впечатала в стену. Раньше Мел шатался по съёмным хатам и нарывался на злобных хозяев. Тут чёрт не знает что, мы уже ему загнили, привезти, всё в порядок. Всё в порядок привезти. Да. Да, и это всё вырубить. Хорошо. И чёрт на матери. Мел предложил бустеру сыграть в КС-2 на Тилару. А чё не Пал Ворлд раз на раз, или Роблокс, или вообще не Реал Лайф на голых ногах? Выбор-то огромен. А вы тут про КС-2 заикнулись. Тем более у сервисов донатов нет. Простейшее пополнение. Моментальная доставка средств на аккаунт с минимальной комиссией. Ну а Steam это не единственное, что ты можешь пополнить с помощью этого сервиса. На любой вкус и кошелёк. Также пополняй мобильные игры и аккаунты прямиком по своему айди. И прямо сейчас по моему промокоду нужди, вы можете залутать 5% скидки. Вам всего лишь нужно перейти по моей ссылке в описании и воспользоваться сервисом с лютым кайфом. Позволь донатов нет, взять это на себя. Ведь там где нет донатов, есть донатов нет. Все ссылки в описании. Бустер в глазах Мэла стал каблуком, отдалился от аудитории. И мне чувствуются какие-то отголоски с его корешем Игорем. Ты когда поздравился стрим? Как бы у него в голове всё не было устроено, не всё в этой жизни деньги решают. Подумывает открыть свою стрепуху в Москве. Но я думаю это будет не скоро, потому что не раз на стриме его об этом спрашивали и просили. Но строю 25 лет. Периодически депает черриком на пивко. Это на пиво. Да, и всё, 100 тысяч. Всё, 150к. Да подумаешь, 150к. Считает, что в нём самое важное это пенсов. Что в тебе самое важное? Измери это. Заказал огромное количество пицц, около 700 штук и раздал, нет не бедным, а просто рандомным челикам на тачках. Странный факт, но те кто к нему подходили и прямо просили помочь едой, Мэл обходил стороной. Тут, сами решайте, как по мне, очень странный поступок. Заказал 9000 бургеров, часть раздал, а часть свалил в одну кучу. Чуть не был пойман спецназом и полицией на Маврикии. Он сделал заказ всего меню в рестике и не оплатил. Цена вопроса была 2к баксов, но потом это всё решилось. Но перед этим сидел с Игорем в яме 2,5 часа в джунглях в ожидании решения вопроса с облавой. Десяток раз пробовал бросить пить. Амиран Сардаров высказался против такой дружбы с Мэлом, как у них была. Мэл отвечал только, когда у него было настроение, а Амирану это не нравилось. Мэл боится трёх вещей. Это смерти, пауков и остаться без возможности депнуть. Топит за одиночество, ему интересно самим собой и никто больше не нужен. Задонатил Ренат Казринацлямов, чтобы тот сжёг 6 машин. Закрыл счёт на 80 тысяч баксов в каком-то ночном клубе. Но при этом зарамсил с каким-то недовольным клиентом. Эй, ты хочешь это понять? Потратил более 40 миллионов рублей на свой Брабус G800. При этом позже продал его за 600 тысяч долларов, просто выехав на имени. Кстати, бабки с продажи депнул на Азина. Мэл часто признаётся, что у него нет друзей. Спадил свой пенсил на стриме, снова. Предложил уйти за хлебом от беременной жены своему кенту на стриме. А тот на минуточку сказал, что подумает. Бустер назвал Мэла пенсилсосом. Причиной этого стал выпад Мэл строя в сторону отношений его и Дилары. Мэл считает, что Дилара пользуется бустером и не более того. У Мэла есть старший брат Сергей. Андрей называет брата сгущёнка. Последнее время бро много ест и винит в этом Мэла. А вот Серёга ещё страдает пулемей. Кстати, все называют его Цурим. Андрюха весит 85 килограмм. Немного перестал следить за собой. И это при росте 175 сантиметров. А ещё немного объявления. Заваливайтесь ко мне в телегу. Там я дропнул отдельный видос, где собрал несколько 18 плюс фактов об Андрее. Не пропусти. Разбил десяток телефонов своим корешам и просто заблудшим душам. А совсем недавно Мэл затроллил Литвина, предложив больше денег в точно таком же челлендже, который кинул Миша. Кстати говоря, преуспел. Мистер Бист всё-таки подписался на Мэла. И даже написал ему в личку. Получается, бабки решают многое. Интересно, кто тот счастливчик, кто это провернул? Прикиньте, четыре ночи по Москве я просыпаюсь, захожу в телегу в ЛС. И мне моим модератору скидываю скрин на себя, мистер Бист, подписаться. Мы немного пообщались с мистером Бистом. Я у него спросил, кто попросил тебя подписаться. Ну, предварительно я ему рассказал об этом конкурсе. Кто попросил тебя подписаться? И он ответил, а нас он твиттер. Ах да, Мэл не проявляет чувств любви и нежности. И признался, что никогда не назовёт брата братом. И даже на смертном Андре не признается ему в любви. Поэтому всё будет доказывать действиями. Друг Мэла после стрима поехал пьяным на мотоцикле и разбился. В 2010 году старший брательник показал Мэлу Майнкрафт. Первые стримы Мэла были по игре CSGO и Mine. А по вечерам Боров заходил в рулетку и разводил девчонок весьма молодого возраста. Этому моменту дело всё-таки завели. Но Мэла не могли поймать два месяца. В скором времени нашли и продержали в изоляторе четыре дня. Далее отпустили и дело было замято. Первый канал Мэла до удаления имел 50 тысяч подписчиков. Раньше активно поднимал свою телегу за счёт пубертатных школьников. Выкладывая туда контент 18+, с девочками пришедшими на его пати. А в 2020 году ему блокнули три канала на ютубе и группу ВК. Самый крупный основной канал насчитывал 700 тысяч подписчиков. И каждый стрим там набирал до двух с половиной лямов просмотров. Почувствуйте себя старым. Ситуация, где лицом к лицу встретилась Алена и стол, произошла четыре года назад. Кстати, она требовала с Мэлы 10 лямов рублей, но получила пару тысяч. После проигрыша в размере 21 ляма рублей, был выкинул свой телефон в воду и несколько тысяч баксов. Аквалангист по итогу смог достать тел и бабки, но ему пришлось заплатить 200 тысяч рублей. Будьте лифтой? Я же телефон врубил ещё раз стрим и выкинул его. В 2023 году поспорил с Кентами, что не будет пить 6 месяцев и за месяц трезвости сумел раскидаться с долгами в 100 миллионов рублей. Перевёз маму в Москву и подарил ей порядка 200 тысяч баксов на ДР. Первые деньги в интернете заработал со своего сервера в Майнкрафте. На телегу Молстроя подписано около 700 тысяч подписчиков. Мэл закинул Биллу 600 тысяч рублей, чтобы тот появился на его стриме. Считает, что прям у всего есть своя цена. Братишкин отказался от стрижки из-за бабки от Молстроя, даже за 40 лямов. Предложил бой Томаеву против бойца, который выберет сам. Даже закинул ему Абан с 25 миллионов, но по ходу боя нам не стоит ждать. Прикатал Литвина за жадность к бабкам. Подарил 400 тысяч рублей бездомному. Мэл безответственен. Считает, что вокруг него одним ра... Заполонил ТикТок мемасами с собой. Платит за каждый лям просмотров с ним в ТикТоке и по-моему в других соцсетях 200 баксов. Мэл, а ты рындачу 400 бачей оформишь? Благодаря ТикТок мемам поднял свой онлайн на стримах. По факту руками тиктокеров популяризируют себя. Средний онлайн на стримах у Мэл Строя был около 70 тысяч зрителей. А рекордный онлайн по просмотрам на стриме 145 тысяч зрителей единоразово. Рекорд одновременного количества зрителей за все, за все, за все мое время стриминга. Сейчас Мэл стримит на Кике. Там на него подписано 220 тысяч зрителей. С августа 23 года не ведет свой ТикТок. Многие считают, что Мэла нужно лечить и что он сошел с ума из-за денег. Мэл любит погонять в папке CSGO. Подписал эксклюзивный контракт с одной из запрещенных Азино. Три молотка, которая платит ему на хапчик. 60 лямов ежемесячно. Независимо от того, какой исход у него будет. В инсте у Андрея стукнул лям. Всего за неделю на него подписалось 70 тысяч подписчиков. Я думаю, с приходом мистера Биста будет еще больше. Предложил обклеивать свои тачки с его ником. За это он бы платил 10 тысяч ежемесячно каждому. При этом цель его была 50 тысяч машин. Но немного чел просчитался и оказалось, что 50 тысяч машин по 10 тысяч рублей ежемесячно это полмиллиарда в месяц. Что по сути Мэл скорее всего не вывезет. На минуточку изначально Мэл предлагал 30 тысяч рублей. До моего сведения дошло, что богатый российский стример по имени Милстрой назначил вознаграждение в размере 300 тысяч долларов тому, кто сможет убедить меня подписаться на его канал на YouTube. На протяжении прошлой недели меня беспрестанно рассылали спамом толпы русских. Я хочу вернуть свою жизнь. Я предложу 300 тысяч долларов тому, кто сможет это остановить. Пожалуйста. Пожалуйста, заткнись. Милстрой, я подпишусь на твой канал, если ты пожертвуешь 300 тысяч долларов на благотворительность по моему выбору. Ну а на сегодня все. Не забывайте переходить ко мне в ТГС, смотреть безумные факты 18+, Милстроя, подписываться на меня и ставить жесткие лайки за старания. Кто не шарит, на один ролик такого формата уходит времени, как на три ролика обычных. Поэтому, ребят, поддержите немножечко. Всем счастья!